вот такой даланчик порежу будет красиво резаться потому что внутри такие крапления из красного мыла полмалиф лежал лежал и упал скол появился и вот такой классный брусок он с овсянкой его мне привезла вот женя из америки классно было я прям хочу его именно порезать потом за львушку сделаю и расскажу сейчас но это миф или легенда о двух ангелах которые вас одного звали шимхазаи а другого звали ангела азазель и они насмехались над людьми потому что люди не могли противостоять своим страстям желаниям искушениям а бог говорил им что если бы вы оказались на земле вы бы тоже не смогли этого сделать но они только посмеялись над этим и тогда бог дал им человеческие тела облег их человеческие тела и спустил на землю самый же первый момент азазель увидел женщину схватил ее и когда она отказала ему он ее изнасиловал шимхазаи сумел сдержаться подошел к женщине и сказал ей женщина возляк со мной ибо я ангел эту женщину звали истиарь и она была умна она сказала ему если ты ангел тогда назови мне имя бога это талмудическая легенда она описана в талмуде как написано в книге где я прочитала имя бога там очень важно до знать имя бога потому что имя бога дает как бы позволяет человеку вообще если он знает имя бога вознестись на небеса кстати я вот думала недавно как раз об этом сейчас поговорим так вот он только рассмеялся и сказал в тебе имя бога назвать ты всего лишь женщину он ответил это кожи мой ты такой же как и все мужчины никакой ты не ангел все болтаешь и показать тебе на самом деле ничего и рассказать тоже тогда шимхазаи разозлился и назвал ей имя бога истиарь силой произнесла его и сразу вознеслась на небеса шимхазаи за пела бога прощения и бог а знак прощения повесил его вниз головой между небом и землей чтобы он соединял виден вечного моста который соединяет материю и дух а зазеля бог повесил над преисподней над адом вот такая история и по поводу имени бога я вот так глубоко не изучала этот момент может быть кто-то знает вот в этом моем любимом псалме 90 там есть такие слова да потому что он познал имя моё то есть видимо познать имя это не буквально и так толкование должно быть что вот именно бога а познать бога именно наверное чувствами как тогда понять его кто-нибудь что-нибудь знает об этом если кто-то знает расскажите в комментариях девочки будет очень интересно вот такое вот мыло становится очень привлекательно да если не знать про его запах сейчас я его докрашу и второй брусок тоже сделаю наверно таким же цветом сейчас посмотрю в общем немного всяких лак ребята вот эту вот легенду которая вам рассказала я взяла ее из вот этой книги рейчел полок мудрость таро это одна из тех книг которые я читаю на протяжении многих лет то есть периодически да я невозможно по крайней мере для меня с моей памятью вот так вот просто ведь прочитать запомнить очень много всяких отсылок объяснений разъяснений параллелей и эта легенда она описана в главе которая рассказывает о карте повешенной вот эта карта рейчел полок говорит что повешенный это архетип посвящения и сразу вспоминается один до который повисел вниз головой на дереве и гдрасиль я рассказываю о книгах но не спешите покупать их может быть сначала посмотрите где-то в электронном виде потому что вот я заметила дарю своим знакомым подругам сестре подарила мало кто читает эти книги вот это нравится именно мне да возможно вам это не понравится точно так же как с бегущими с волками на этом все ребята мне уже надо бежать большое спасибо что были со мной и всем пока